А вот душу закаливать. А как её закаливать? Очень просто. Делайте то, что вы не хотите делать. Вы хотите лежать, вы встали. Вам хочется посидеть в тёпленьком. Вы разделись. Вы делаете то, что вы не должны делать. Когда вы научитесь, легко, вот легко так, встал и пошёл, встал и сделал. Вот я не хочу, я встал, присел 50 раз. Зачем? А просто так. А я пошёл пешком под на лифте. А я вот что-то, вот что мне не хочется. Я стараюсь всё-таки всё делать сам, не потому что мне это нравится, а именно потому что я не хочу. Не хочет сидеть, не хочет мне принести кофе. Да и подали мне то, подали это. Но это вот и есть ленность души. Мы ленимся, мы становимся обрюзшие, душа становится толстой. Ей уже ничего не хочется. А когда душа толстая, ей уже ничего не хочется. И не хочется ни холодной воды, никакой радости вот от этих листиков нет. А кто видел, я потом покажу, тут когда льдины весной, образуются льдины. Я на этой льдине плаваю, я оттуда отталкиваюсь, сюда плыву. Ну, падаю в воду, конечно. Этому есть минус, этому пруду. Я стал реже ходить на реку. Раньше я 20 минут туда, 20 обратно, прорубь, а тут выплюл прорубь, раз, раз. Но, тем не менее, зато на реку каждый день, ведь зимой это темно. И по темноте туда, обратно идти не очень. А, что тут, раз, окунулся, ты бодрый выскочил, такой бодряк ты, раз, за руль, и 100 километров в Москву. Ты пока доехал, ты заряженный по дороге ты. Да куда прешь, да как, да вот это все. Ой, камера. Поэтому ты пришел, ты бодрый. Ты на пятиминутки всем раздал, и всем хорошо. А когда ты спишь в Москве, в квартире, так проснулся, выпил кофе, моргул назад, а уже на работе. Ты ничего не понимаешь, что происходит, тебе что-то говорят. Когда ты можешь почувствовать жизнь? Ну, если все время сидишь и питаешься икрой, тебе же ты потом не посмотришь, скажешь, опять икра, хлеба бы купила. Да? Так и тут, когда все хорошо, когда ты жирный, ты весь в шоколаде, понимаешь, ногами в жир попал, ну, ничего тебе надо, тебе ничего не радует. Поэтому, ну, как, а как так всегда было, спартанцы, всегда, тело и души надо держать в холоде жесткости. Тело надо закалять, тело надо укреплять, но точно так же это относится и к душе. Если мы не будем закалять душу, ой, больно, ой, я порезался, ой, там это, а дальше что будет, а так же психологически. Это очень мудро. Когда мы чего-то ждем, мы горим, а потом приходит срок, и все. У нас падает планка, у нас депрессия, все плохо. Поэтому не надо ждать, что будет лучше в жизни, в ситуации, еще что-то. Живите сегодня своей жизнью. Думайте, что вы бессмертны. Вам будет так проще. Какая разница, когда вы умрете? Думайте, что вы бессмертны, но будьте готовы к тому, что будет конец. Почитайте кодекс Бусидо. Там все построено на этом. На том, что должен готов достойно расстаться с жизнью в любой момент. И вот когда вы думаете, что вы им вечны, но если все-таки ваше время придет, вы будете достойны, а у вас с жизнью облегчится, у вас это серьезно. Поверьте мне. Почему? Да потому что мне 71 год. И я понимаю, ну сколько люди живут. Ну 150 лет, если я поставил, 150 лет, конечно, не проживу. У меня дата 113. Запомните, до 113 я буду вам вещать отсюда. Но не отсюда. Но это все шутки, а на самом деле я понимаю, что было бы далеко. Ну что же мне теперь? Сесть, обжираться, отрастить живот и плакать. Я старенький, меня женщины не любят, я скоро умру. Да не дождетесь. Так что будем жить. С вами был доктор Мясяков. До следующих встреч в эфире. До свидания.